Аким области ГАУЭС Нурмухамбетов с рабочей поездкой посетил район имени Габита Мусурепова. Первым делом глава региона ознакомился ходом строительства вагонного депо ТУ Астана Логистик.КИЗ в селе Новоишимское. На данный момент идет строительство колесно-роликового цеха. Этот объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Остальные 5 цехов в 2027 году. Стоимость проекта 1,2 миллиарда тенге. Годовой момент привлечения сельса составляет 34 миллиарда тенге по составе 110%. Объемный висит властной капитал за январь и июль у нас составил 13,3 миллиарда. Уровень прошлого года 57%, но мы начинали с 17. А левую руку можете взять, а оба не будет. Каждый месяц у нас темп уже идет. К концу года мы пройдем с таким показателем. Все живые проекты, да? Все живые проекты, да. В сельском хозяйстве это 11,7 миллиардов тенге. Это за счет ферм, орошения, овощехранилищ, переработка, сельхозтехника. По промышленности, это вот то, что приобретение. Муратус, который говорит, он уже приобрел на 1 миллиарда тенге вагонов. Ремонт и реконструкция железнодорожного депо. Вот они то, что сейчас проводят, где мы находимся. В том числе плюс бюджетные инвестиции. В целом МИФО составит 34 миллиарда с ростом на 110% уровня прошлого года. Здесь, наверное, в данный момент до конца года 11 миллиардов инвестиций будет. Также идет строительство тепловозного депо. Здесь будут проводить все виды ремонтных работ. Это мостовой кран, да? Да, это он будет устанавливаться. Устанавливать будет, да? Какая грузоподивность? 5 тонн? 5 тонн, да. Здесь будет, как кранбалка установится, здесь будет канава специально для тепловозов, для производства, ремонта. Ну и дополнительно еще будут... В принципе, это тепловозы будут, именно для тепловозов. Идет расширение и увеличение мощности ТО «Казмил-ЛТД». Суточный объем переработки составляет 1500 тонн. За первое полугодие произвели продукции на 210 512 тонн. На предприятии трудятся 181 человек. Среднемесячная заработная плата – 323 тысячи тенге. Площадь составляет 20 гектар. 20 гектар. Своего парка нету, зерновозов? Своего нету. У нас тепловоз находится в аренде. Тепловоз в аренде берете, да? Ну, объем очень хороший – 210 тысяч. Если 157 тысяч за один год, за полугодие только 210 тысяч. Это получается, вы три раза практически можете увеличить производство в этот год. А чем связано? Хлебом, зерном, модернизацией предприятия? Модернизация предприятия. У нас была одна линия. 400 тонн было раньше. 400 тонн. В прошлом году. В этом году мы установили вторую линию. Установили третью дробилку. Ну и в связи с этим увеличена мощность производства. Сырье? Сырье мы в основном закупаем как и местное, так же и российское. Следующий объект, который посетил глава региона – центральная районная больница. Хотелось бы отметить, что в районе имени Габита Мусырепова нет кадрового голода в сфере медицины. Также активно строится медицинский пункт в селе Возвышенке. Больница оснащена новым оборудованием. Процедуру осматриваем на скрининг, полоскопия, полуретальный рак. Также проводим манипуляцию. У нас есть вся техника оснащения. В районе, как и в области, завершается подготовка к отопительному сезону. В селе Новоишимска имеется 7 автономных, 2 центральных и 3 коммерческих котельных. Отопительный 24-25 год составляет 97,7 тысяч тонн угля. То есть по бюджетным организациям 18,3. Завоз уже произошел у нас. 67 для жилого сектора, то есть это всего для населения. Имеется у нас порядка 7 тупиков. Гавозин Мухамбетов ознакомился с ходом ремонта дороги республиканского значения Жесказган-Петропавловск. В текущем году у нас выделено получается 5,1 миллиард тенге по этим уже новым проектам. Основной упор, как я ранее говорил, Гавостурстан, это ремонт всех водопропускных труб. В текущем году мы планируем. И основной упор осенне-зимний период, заготовка материала. Посетила Акимобласти молочно-товарную ферму на 1800 голов ТВ Возвышенка СК. В этом же хозяйстве занимаются земледелием. В основном выращивают пшеницу. Глава ТВ Абдрахим Нукеев для того, чтобы улучшить оперативность работы своих бригад в период уборочной кампании, строит склады, приобретает высокопроизводительную технику. Свои коррективы в планы аграрии вносят только дожди. А у вас в Тобольске сколько? Может быть другие сорта выполнены у вас? Или все сорта такие? Нет, у нас есть и средне-ранние сорта, есть среднеспелые сорта. Тобольске это какое? Ранние сорта? Это средне-поздние сорта. Средне-поздние сорта? Да. Но мы его используем... Это чей сорт Тобольский? Это российская селекция. Мы покупали в Курган семена ее в свое время. Мы его используем для посевов раннего срока. Вы его обмолочить еще не обмолочили? Ничего. Вот сегодня второй день, как солнце светит. Затем глава региона побывал в селе Рузаевки. Для своих работников глава ТВО возвышен КСК строит дома. В этом году в эксплуатацию сдали два. Ну как, давно заехали? Полтора недели. А, недавно заехали? Да, только недавно. А где до этого жили? А вот здесь, с килогулоком, 30 килогулоком. А работаете кем вы? Водителем. Водителем. Водителем и на посевную уходят, на посевную комплекс. Аким области встретился с сельхозтоваропроизводителями. Обсудили с ними актуальные вопросы в сфере АПК. А после с местными жителями. Сегодня у нас посевная площадь составляет 4 миллиона 400 тысяч гектар. Структура видна, это масличная 674, 1200 гектар, кормовые 354, 1100, картофель 7,5 тысяч, овощи 1000 гектар и зерновой клин составляет 3 миллиона 300 тысяч гектар. По технике, ежегодно мы приобретаем от 2 до 3 тысяч единиц техники. Приобретение на эту дату сегодня 2600 единиц техники. В среднем мы приобретаем от 60 до 80 миллиардов тенге. Здесь же Аким района Руслан Анбаев рассказал о том, что делается по улучшению жизни сельчан и как развивается бизнес. После гауздер Мухаммедов провел прием граждан. Вопросы у сельчан были разные. В основном их волновали ремонт дорог, строительство фока. Все вопросы Аким области обещал взять на контроль. Казпочта играет важную роль в национальной инфраструктуре. На сегодняшний день по всему Казахстану акционерным обществам предоставляется широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских и электронных услуг. В связи с этим председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова прибыла на встречу с Акимом Североказахстанской области, чтобы подписать меморандум о сотрудничестве. В последнее время национальным операторам почтовой связи проводится активная модернизация и технологические обновления. Ваши усилия по улучшению технической, операционной и информационной составляющей почтовой сети заметны и достойны высокой на сегодняшний день оценки. Подписание сегодняшнего меморандума символизирует наше общее стремление к развитию инноваций. Председатель высоко оценил работу филиалов АО «Казпочта» в Североказахстанской области. Асель Жанасова отметила, что в регионе большая сеть с сельскими отделениями, которые не хотелось бы закрывать. Поэтому появилось предложение, чтобы дочерние структуры Акимата перешли на финансовые услуги «Казпочты». По модели, как с другими Акиматами работаем, это СПК, точное финансирование через АКК и СПК мы готовы поддержать все виды финансовые услуги через «Казпочту» и доносить эту услугу до каждого села, потому что в селе и в райцентрах только «Казпочта». И второе, я сегодня рассказывала про социальный кошелек, где АСП, социально уязвимые слои населения, могут через наши инструменты получать соцпомощь. Таким образом, жители отдаленных населенных пунктов смогут не только в полном объеме пользоваться услугами «Казпочты», но и получать социальную помощь удобными современными способами. При этом создается эффект экономии бюджетных средств, когда адрес найдут выплаты и имеется обратный учет. Всего по Казахстану около трех тысяч отделений Казпочты, где трудится более 20 тысяч сотрудников. В североказахстанской области сеть охватывает 635 населенных пунктов, включая 115 отделений связи и 27 передвижных отделений. В региональных филиалах АО «Казпочта» в нашей области работает более тысячи человек. В Петропавловске в церемонии открытия обновленного футбольного поля на стадионе «Динамо» приняли участие президент Казахстанской федерации Адлет Барменкулов, главный тренер сборной страны Станислав Черчесов, Аким области ГАУЭЗ Нурмухамбетов. Обновить покрытие смогли благодаря программе реновации футбольных полей «Алан» реализуемой федерации. Таким образом, в стране стремятся создать оптимальные условия для развития юных футболистов, раскрыть их потенциал и обеспечить безопасность на поле. Петропавловский стадион «Динамо» – это наш юбилейный, пятый стадион, который мы открываем. На данный стадион было затрачено 153 миллиона тенге с небольшим хвостиком. Здесь был произведен демонтаж старого покрытия, сделано полностью основание. Мы выровняли, потому что здесь были большие лужи, стояли, были ямы, перепады. Мы завязали порядка 300 тонн инертных материалов, все уплотняли, делали вертикальную планировку специальными оборудованиями, лазерным планировщикам. То есть и постелили газон, это пятого поколения, то есть и «Квальтипро УИФА» компании «Софитекс» и «Таллин». Поддержать североказахстанцев, поздравить с этим событием приехал и амбассадор проекта «Алан» Самад Смаков. Проект «Алан», по его мнению, представляет собой отличную инвестицию, способствующую улучшению инфраструктуры и созданию необходимых условий для юных футболистов. Проект «Алан» создан специально, чтобы повышать мастерство наших детей, потому что, сами знаете, будущее за нашими детьми. Если мы не будем вкладывать в инфраструктуру, не будем вкладывать детей, то мы будем постоянно топтаться на одном месте. Поэтому очень, очень сильный, классный проект. Я думаю, это не последний город в Казахстане, поэтому этот проект создан для того, чтобы по всему Казахстану как можно быстрее открыть вот такие замечательные поля. В этом году планируется реновация еще восьми футбольных полей. Всего в рамках проекта предусмотрено строительство и обновление 20 полей в различных городах страны. Аким Петропавловска провел отчетную встречу с населением. Главной темой стал весенний поводок, в результате которого в городе пострадали 2407 домов. Из них 1650 признаны аварийными, а 757 подлежат ремонту согласно техническим заключениям. По 381 дому хозяева изъявили желание произвести самостоятельный ремонт. Механизированными бригадами завершен ремонт в 88 домах. В остальных ремонтные работы продолжаются. По поручению главы государства проводится обширная работа по предоставлению жилья пострадавшим гражданам. На сегодняшний день мы заключили 1085 договоров на приобретение квартир, 925 ключей уже переданы новым жильцам и 289 домов уже представлены в микрорайоне Берлык. Всего в новом микрорайоне будет построено 700 домов. Также в микрорайоне Берлык ведутся работы по раскопке траншеи для отведения воды протяженности 3 километра. Отремонтируют дорожное покрытие на улицах, по которым будут курсировать автобусы. 112 заявлений поступило от жителей пострадавших домов, которые расположены на дачных участках. Аварийными признаны 35 строений. Ремонту подлежат 59. Комиссия продолжает свою работу. Хочу отметить, что выявлены также факты наличия другого недвижимого имущества, а также отсутствие фактического строения. Это имеется в виду единственное жилье в дачных массивах. Что касается дамб, для дальнейшего функционирования в текущем году поврежденные участки в теле дамбах Ущева и Заречной также будут засыпаны и укреплены белой глиной и приведены в рабочее состояние. На сегодняшний день белая глина прошла уже лабораторное состояние. До 1 октября будут решены все вопросы, касающиеся паводка. Серик Мухаммедеев говорил о социально-экономическом развитии Петропавловска. «Теперь хочу остановиться подробнее на основных сферах. Строительство. В последние годы строительная отрасль города стремительно развивается, возводятся жилые дома, социально значимые объекты, преображаются в их районах. С увеличением численности городского населения растет и спрос на жилье. На данный момент по городу за счет бюджетных и коммерческих средств ведется строительство домов на 32 строительных площадках общей площадью 251,5 тысяч квадратных метров». Также Аким Города ответил на волнующие жители областного центра вопросы. Айдос Ракамгазин обращает внимание на благоустройство поселка Солнечный-2. Из-за сильных дождей у нас гниют овощи на грядках. Все потому, что нет ливневой канализации. Также и люди не могут попасть в дома из-за больших луж. Что касается дороги, то у нас нет нормального асфальта. Сейчас дожди и ходить по улицам невозможно. Острый вопрос освещения. Скоро начнется учебный год. На улице рано темнеет. Ходить детям по улицам страшно. «До этого работало всего 2 подстанции. Сейчас работать будут 9 подстанций. То есть мы распределим электроэнергию, напряжение дадим, освещение будем делать. В этом году уже. Что касается ливневой канализации, в этом году деньги не выделены. В первую очередь была сделана. Вторая очередь совместно с новым микрорайоном Баррик в следующем году будет завершена. По асфальтированию дороги, по асфальтированию дороги, мы в этом году планируем заасфальтировать дорогу только по маршруту автобуса». Большинство вопросов со стороны Петропавловцев касаются благоустройства. К примеру, горожане, проживающие в отдаленных микрорайонах, просят построить новые детские площадки, уличные тренажеры на местах, где снесли дома. «У нас в поселке нет ни одной детской площадки. Мы просим площадку. Подростков очень много, которые учатся в школе. Для подростков тренажеры. Сейчас территории очень много освободилось. Люди в Солнечной переехали, оставили своих собак. Эти собаки уже ощевелить очень много собак. Скоро дети пойдут в школу, а собаки стаяли, гуляют по улицам. Как это можно урегулировать, вот это вот количество собак? «Все потопленные зоны, где снос произведен, там будут произведены лесопосадки и будут также благоустраиваться. Где-то будут детские площадки, где-то скверы. Мы с собаками только можем проводить чипирование, стерилизацию собаки, выпускать опять среду обитания. У нас другого нет. Если собаки ведут себя агрессивно, нападают на детей и на людей, то вот это заявление. Заявление пишет, и в рамках этого заявления данное животное будет выступлено». Все вопросы на отчетной встрече Акимгорода обещал взять на контроль. Специалисты департамента экономических расследований установили риски необоснованных бюджетных затрат. Они возникли при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры поселка Солнечный-2. Благодаря вмешательству департамента удалось сохранить денежные средства на сумму более 1 миллиарда тенге. «В афицированному нами письму в отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акимата города Петропавловск направлено уведомление подрядной организации о необходимости устранения нарушений и признании недействительными актов выполненных работ». В ходе проведенного анализа выявлены также факты приобретения продуктов по завышенной стоимости учреждениями образования. «В результате с начала 2024 года пересмотрена стоимость приобретения СЗПТ в сторону снижения до среднереспубликанских показателей. В сравнении с прошлым годом закупочная стоимость на картофель снижена на 48% с 250 до 130 тенге, на морковь и лук на 38% с 300 тенге до 186 тенге. Проведенная работа позволила в городе Петропавловске и 13 районных центров сократить бюджетные затраты в 454 среднеобразовательных школах и сэкономить средства из родительского фонда 17 тысяч родителей в 458 дошкольных учреждениях». Теневая экономика охватывает все сферы деятельности. В целях профилактики департаментом внедрена аналитическая система «АФМ-Инсайдер». Она позволяет проводить информационно-разъяснительную работу с использованием IT-технологий. В ивакопунктах по-прежнему остаются 405 человек, пострадавших во время весеннего паводка. О проводимой работе в областном центре на заседании общественного совета рассказала заместитель Акима города Петропавловска Калия Туренова. Она является председателем комиссии по рассмотрению заявлений граждан, утративших жилье вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера. «Это те семьи, которые на сегодняшний день ждут в своей очереди поселки Солнечные на дома или на те квартиры, которые они выбрали и сейчас проходят все официальные процедуры. Была создана комиссия постановлением Акима города, куда вошли все общественники, вошли депутаты, вошли блогеры, и в принципе из госслужащих только являюсь я председателем комиссии. Это было создано для того, чтобы было все прозрачно, открыто». Через несколько дней начинается новый учебный год. Однако школа номер 14 в микрорайоне Подгора к нему пока не готова. Там еще ведутся ремонтно-восстановительные работы. Этот вопрос общественники тоже поднимали на заседании совета. «Планируем завершить до конца, до начала учебного года. Но сегодня мы ребят поставили, усиливаем тоже. Понятно, не мы заказчики, но на территории находятся, понимаем. И территория, тем более потопленная территория. На контроле будем держать, усиливаем ребят туда сейчас». Также на совете рассмотрели изменения в правилах содержания сельскохозяйственных животных. В стране утвердили типовые правила, которые определяют порядок выпаса скота. 456 фактов интернет-мошенничества зарегистрировали в этом году. 347 из них в Петропавловске. Такую статистику озвучили журналистам прокуроры Северказахстанской области. По сравнению с прошлым годом уровень киберпреступности в регионе вырос на 13%. Общая сумма ущерба за первое полугодие превысила 450 миллионов тенге. Интернет-мошенничество является одним из самых распространенных преступлений на территории области. В среднем дежурные сутки регистрируются 4 факта. С учетом актуальности и роста данного вида преступления, прокуратура области совместно с правоохранительными местными исполнительными органами и общественностью на постоянной основе проводятся различные мероприятия. Были случаи, когда мошенники обманывали северказахстанцев, находясь в другом городе или за рубежом. Зачастую в таких случаях они используют своих местных пособников – дроперов. В Уалихановском районе встречной проверкой установили совершение преступления осужденным Максатовым, находящимся в учреждении Западного Казахстана. Причастность Максатова полностью подтверждалась собранными материалами дела. Но дело попросту было приостановлено за неустановлением лица. Областным аппаратом незаконное решение органа следствия отменено с указанием необходимости выполнения конкретных следственных действий. Как итог, уголовное дело направлено в суд. Идет судебное разбирательство. Проблему низкой раскрываемости киберпреступлений прокуроры рассмотрели на заседании коллегии вместе с полицейскими и журналистами. Из 456 дел только 47 направили в суд. Заслуживает внимания работа прокурора Акаинского района, у которого с начала года не имеется регистрации по интернет-мошенничествам. Остальные прокуроры, к сожалению, не могут показать значимых результатов. Усугубляет ситуацию крайне низкая раскрываемость, составившая лишь 16%. По 75% или 303% интернет-мошенничества расследования прерваны из-за неустановления преступника. Мы спросили у горожан, какие меры они применяют, чтобы защититься от мошенников. Просто скидываю незнакомые трубки и все. Я отвечаю. Отвечайте. Отвечайте. Сама я лично не сталкиваюсь с мошенниками, но мои знакомые попались на их уловки и оформили кредит в интернете. Прокуроры отмечают, что в целях противодействия мошенникам необходимо обеспечить эффективное сотрудничество всех уполномоченных органов и граждан. В первую очередь северказахстанцев просят не поддаваться на уловки аферистов, не сообщать личные данные и не совершать денежные переводы. Тепличный комплекс «Зеленый Север» начал свою работу в прошлом году. В теплице выращивают только огурцы. Здесь используют два вида семян – мева и бьерн, завозят из Нидерландов. Несмотря на то, что тепличный комплекс оснащен автоматической системой управления климата, без ручного труда здесь не обойтись. Ежедневно свой рабочий день агрономы начинают с мониторинга растений. У нас технологии выращивания отличают от того, что привыкли видеть люди. Это у нас технология выращивания гидропоника. Мы выращиваем не на земле, а на инертном субстрате. У нас это минераловата. Я агрохимик. В мои обязанности входит следить за питанием растений, за поливами, за тем, как себя чувствуют растения. Получается, каждый день мы начинаем с обхода. Я смотрю состояние листьев, какие элементы не хватает, какие элементы у нас в избытке, допустим. По анализу вытяжка мы определяем достаточно-недостаточное питание для растений. Растение у нас питается, в отличие от обычной технологии на грунте, мы даем питательный раствор. Для каждого растения составляется определенная рецептура удобрений. Зависит это и от фазы развития. Годовая мощность теплицы составляет 3000 тонн. В теплице «Зеленый Север» выращивают порядка 40 тонн огурцов в неделю. Реализовывают продукцию на местном рынке. Продукция уже закрывает рынок области на 30%. Объем инвестиций превышает 7 миллиардов тенге. На производстве трудятся порядка 50 специалистов. Среди них Бахыт Мухамедия. Я как агроном по защите веду еженедельно мониторинг растения. Смотрю за его состоянием, за его цветоизменением. Есть ли какие-то цветоизменения в растении, или хлорозные какие-то проявления, или бактериальные заболевания. Я должен это все учитывать и согласованно с главным агрономом вести какие-то планы. В дальнейшем, что мне делать, каким образом я должен избавиться от той или иной проблемы. В теплице также установлен капельный полив, многоконтурное отопление и подсвечивание. Кроме того, в ней имеется система зашторивания туманообразования. Это влияет на влажность. Также отдельно в теплицу подается углекислый газ для фотосинтеза насаждений. На данный момент в планах руководства построить еще один тепличный комплекс, в котором будут выращивать листья салата или томаты. Субтитры создавал DimaTorzok